Вершины взмыли высоко в небо. Куда не кинешь взгляд, всюду скалы, снег и лёд. Добро пожаловать в Альпы, самую высокую и протяжённую горную цепь на европейском континенте. Восхитительные контрасты. Вверху многолетние снега и горные ледники. Внизу ручьи, журчащие в зелёных долинах, и кристально чистые озёра. Среди этих ослепительных пейзажей в сердце Альп раскинулась Швейцария, край с удивительной историей и традициями. На грани исторической правды и мифа возникла фигура Вильгельма Телля, искусного лучника, который возглавил восстание сограждан против Римской империи. В месте пересечения горных хребтов вблизи города Шавхаузен в русле Рейна находится самый большой водопад в Европе. На несколько десятков километров дальше простирается озеро Четырёх Кантонов, вокруг которого в XIII веке был создан Швейцарский Союз. Ещё раньше на западном берегу озера вырос старинный город Люцерн. Над Женевой, самым космополитическим городом Швейцарии, реет флаг Организации Объединённых Наций. Вокруг Женевского озера теснятся десятки роскошных вилл и отелей. Не только большими деньгами, но и культурной жизнью богат Цюрих. Символом швейцарского богатства служит пассаж Банхофстрассе с эксклюзивными бутиками и галереями. Санкт-Морец является одним из наиболее известных и дорогих курортов в Европе. Здесь известные персоны – звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, предприниматели, аристократы – занимаются спортом, а по вечерам угощаются дорогим шампанским. Менее фешенебельное, но не менее известное местечко – альпийская деревня Цермат, зажатая межгранитных склонов с горой Матерхорн во главе. В начале прошлого века Альпы постепенно стали открываться широкой публике. Поначалу здесь бывала горстка альпинистов, но их слава стала привлекать сюда и менее опытных любителей горных походов и зимних видов спорта. Альпы открылись для массового туризма в 1930 году, когда был запущен легендарный Глассиер-экспресс – Ледниковый экспресс. Шедевр инженерной мысли, который восхищает и по сей день. Почти 300-километровый отрезок железной дороги по-прежнему является одним из самых зрелищных в мире. Маршрут из Церматта в Санкт-Морец и обратно восхищает своими сказочными видами. Поезд проезжает 291 мост и виадук и 91 тоннель. Поездка занимает около 8 часов, и, конечно, это приключение не только для поклонников железных дорог. Наверное, это один из самых медленных экспрессов в мире, но при такой панораме слишком большая скорость была бы просто неуместна. Мифический Маттерхорн. Недоступный величественный конус ослепителен в первых лучах Солнца. У подножия гиганта лежит знаменитая деревня Церматт. Несмотря на туристический бум, она сохранила свое очарование, свойственное горным поселениям, с типичными для этого региона коричневыми домами, украшенными цветами. Любители зимних видов спорта заполонили Церматт еще в середине XIX века, когда знаменитая династия Зайлер начала строительство крупных отелей. Сегодня городок предлагает посетителям более 14 тысяч гостиничных мест. Церматт полон туристов в любое время года, и любители альпинизма теперь в меньшинстве. На старом кладбище покоятся храбрецы, которые первыми штурмовали такие великолепные, но коварные вершины. Мало кто из них умер естественной смертью, дожив до старости. На заре альпинизма человек чаще проигрывал природе. Высеченные в камне надписи, ледорубы и веревки, висящие над могилами, напоминают лишь о некоторых из более чем 400 жертв неудачных попыток покорения Матерхорна. Пик на уровне 4478 метров никогда не покорялся легко. Драматическая борьба за звание первого покорителя Матерхорна происходила между англичанином Эдуардом Уимпером и тирольцем Жаном Антонио Каррелем. Схватку с горной стихией отразил позднее в фильме «Священная гора» документалист и страстный альпинист Луис Тренкер. Соперники, оснащенные самым примитивным с современной точки зрения оборудованием, выбрали два различных маршрута. Победу одержал Уимпер. Его команда покорила легендарный пик 14 июля 1865 года. Каррель, которого в фильме сыграл сам Тренкер, услышал крики радости своих соперников, и это был удар, пошатнувший его душевное здоровье. Он не оправился от этого удара до конца своей жизни. К сожалению, победителям пришлось заплатить за свой триумф дорогую цену. Во время спуска произошла трагедия. В 400 метрах от вершины в пропасть упало четверо альпинистов, сопровождавших Уимпера. Еще немного, и они утащили бы с собой в бездну и Эдуарда Уимпера с двумя оставшимися членами экспедиции. Оборвалась веревка, которая их соединяла. Из-за подобных трагедий альпийские вершины окружены мрачными легендами. Пожалуй, больше всего страшных историй связано с Маттерхорном. День быстро скрывается за горизонтом. Приезжие заполняют романтические уголки города. Восхитительный горный пейзаж обретает размытые очертания. Настроение поднимают фольклор и традиционная закуска, подаваемая с красным вином. Характерный силуэт Маттерхорна стал отличительной чертой региона. Также он указывает дорогу на вокзал, до которого можно добраться на такси с электрическим приводом или на бричке, запряженной лошадьми. Автомобилем въезд в Цермат запрещен. Мы легко находим нужный поезд, вагон и, наконец, забронированное место. Еще до отъезда ледникового экспресса обслуживающий персонал проверяет, насколько удобно каждому пассажиру. Самый медленный экспресс в мире движется чуть ли не со скоростью черепахи. Преодоление неполных 300 километров, отделяющих Цермат от Санкт-Морица, занимает почти 8 часов. Каждую минуту этого путешествия стоит потратить на созерцание картин за окном. В туннелях небольшая передышка для глаз. Специальные барьеры защищают железнодорожные пути от снежных лавин. Оставив позади Цермат, поезд въезжает в Матертал, узкую долину реки Матерфисп. Характерный стук колес говорит о том, что машинист опустил специальные стойки, облегчающие поезду подъем в гору. Недалеко от Рэнди мы въезжаем на огромную кучу камней. Это память о горной лавине, которая прокатилась по склону в 1991 году, засыпав миллионами тонн горной породы улицы, дороги и пути ледникового экспресса. Тот факт, что никто не погиб при стихийном бедствии, некоторые считают чудом. Другие же приписывают это профессионализму служб раннего оповещения. Время от времени пути встречаются с руслом реки, протискиваясь между водой и каменной стеной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова За окном виднеется барочная приходская церковь в Шталдене, построенная в конце XVIII века и посвященная Архангелу Михаилу. Поезд снова взбирается по крутому склону черепашьим шагом. Красивую долину Редактор А.Кулакова Реки Матерфисп с востока окружают ледники и массив Мишабель, а с запада стена четырехкилометрового Вайсхорна. Глядя на этих гигантов, понимаешь, почему на протяжении веков цермат был совершенно недоступен со стороны Рейна. Впрочем, с других сторон попасть сюда было не намного проще. И все же, каким-то образом, несмотря на крайне тяжелые условия, люди селились на склонах все выше и выше, будто подчиняясь некоему зову. Приручить горную стихию все-таки оказалось возможно. Древний римский мост возле Нойбрюка искусно вписан в маршрут ледникового экспресса. На высоте Шталдена русла рек Матерфисп и Саасарфисп вливаются в Фисп. В нескольких километрах от Нойбрюка поднявшиеся в русле воды вливаются в Рейн. Ледниковый экспресс, поспевая за течением рек, подходит к городку Брик. Пока наш поезд преодолел расстояние около 40 километров, но зато поднялся на тысячу метров вверх. Брик насчитывает около 12 тысяч жителей. Он расположен недалеко от знаменитого перевала Симплон. Со времен Средневековья город является важным транспортным узлом. Здесь сходятся главные железнодорожные ветки Швейцарии, и поэтому он не мог не встретиться на маршруте нашего экспресса. Исторические издания напоминают об эпохе процветания Брига, которая пришлась на 17 век. Тогда родившийся в Милане Каспар Штокальпер провел через Симплон железную дорогу, принесшую ему огромные богатства. На пике своего процветания Штокальпер владел половиной Верхнего Вале. Штокальпер, которого называли правителем Симплона, профинансировал в своем родном городе строительство огромного замка, которому он дал, разумеется, собственное имя. Штокальпер Штокальпер Шлосс был в свое время крупнейшей резиденцией в Швейцарии. По сей день он считается самым красивым зданием в стиле барокко в Альпах. Богатство Штокальпера раздражало жителей Брига, особенно аристократов и церковных сановников. Несмотря на то, что Штокальпер вкладывался в строительство большинства зданий в центре города, завистники сфабриковали против него ложные обвинения в государственной измене. Финансист лишился права собственности на недвижимость и вынужден был эмигрировать. Наш поезд покидает Брик гораздо медленнее, чем в свое время господин Штокальпер. Перед нами долина Рейна. Проводники раздают напитки и меню. В новых вагонах, которые эксплуатируются с 2006 года, обед подается прямо в купе. Не нужно идти в вагон-ресторан, не нужно отказываться от созерцания пейзажей, которые величественно проплывают за панорамным окном. Ледниковый экспресс минует самый большой ледник в Европе, но, к сожалению, видимость неважная. Тем не менее, можно попытаться совершить поездку на канатной дороге из долины Рейна до Эггишорна. С одного из прекраснейших обзорных пунктов в Альпах открывается чудный вид на вершины Юнгфрау, Мёнг, Эйгер и 20-километровый ледниковый язык. Зона Альп Юнгфрау-Алеч-Бичхорн в 2001 году была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Очередной крутой подъем. Поезд преодолевает виадук на высоте 60 метров, а затем въезжает в спиралеобразный туннель, который тянется еще на 154 метра вверх. Проезжаем ФИШ и поднимаемся дальше в направлении ГОМСа. Немногие из Альпийских долин сохранились в столь же первозданном виде, как это. Еще несколько десятилетий назад сюда можно было добраться только по пересеченной местности, через горные луга. Идиллический пейзаж протянулся вплоть до подножия ледника Родан. Дородных коров из ГОМСа можно снимать в рекламе шоколада Милка. Солнце и снег украшают пейзаж кантона Вале с очаровательными деревнями Нидервальд, Блицинген, Рекинген, Мюнстер и Обервальд. Центром каждой из них является небольшая церковь. Вокруг теснятся традиционные, крытые дранкой дома с потемневшими от солнца фасадами из бревен. Повседневные занятия горцев в ГОМСе не изменились за долгие столетия. На станции Нидервальд ждут прибытия ледникового экспресса. В этой небольшой деревне в 1850 году родился Цезарь Риц, основатель знаменитой сети отелей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тем временем на кухне вагона ресторана работа идёт полным ходом. Гости получат первоклассный обед из трёх блюд. Пассажирам предлагается на выбор несколько превосходных белых и красных. Язык не поворачивается назвать эти изыски общепитом. Блюда имеют те же вид, аромат и вкус, что и кушанье в роскошных ресторанах. Сфотографируем эти деликатесы, прежде чем вонзить в них нож и вилку. Пиршество для глаз и желудка Рекинген и Мюнстер – это последние станции ледникового экспресса в Вале. 11 ноября 1779 года в Мюнстере остановился Иоганн Вольфганг Гёте, возвращающийся из Италии. Каждый день путешествия он описывал в своём дневнике. «Остался позади ещё один счастливый, приятный день. Ранним утром, когда мы трогались в путь, нас предостерегли. Если горный перевал Фурка встретит нас враждебно, нужно вернуться и поискать другой путь». Гёте как-то справился, но для ледникового экспресса поиск другого пути стал необходимостью. Выходом был туннель. Стоимость его строительства должна была составить 76 миллионов франков, но фактически составила 311. Геологи и инженеры должны были преодолеть множество непредвиденных трудностей. 25 июня 1982 года, после шести лет бурения твёрдых пород, в туннеле под Фуркой было открыто движение. С тех пор ледниковый экспресс курсирует круглый год, даже суровой зимой. Мы въезжаем в кантон Ури. После 20 минут, проведённых внутри горы, самый медленный в мире экспресс достигает Реальпа. Желающие могут сделать остановку, чтобы сыграть партию в гольф на фоне необычных для этого вида спорта высокогорных пейзажей. В кантоне Ури, выше всех, на высоте 1500 метров над уровнем моря, расположена деревня вблизи перевала Фурка. Любители железных дорог найдут в ней множество достопримечательностей. В Реальпе есть въезд в 15-километровый тоннель, разгрузочно-погрузочная станция и остановка ледникового экспресса. И ещё одна редкость – линия старинной железной дороги. Отремонтированные и готовые к работе локомотивы выпускают пар. В 40-е годы прошлого века путь из Реальпа в Обервальд был электрифицирован, и казалось, что локомотивы пустят на металлолом. Тем не менее, на них нашлись покупатели, один из которых находился во Вьетнаме. Однако через несколько лет поезда вновь вернулись на родину – в Альпы. Благодаря яростным сторонникам железной дороги, а точнее их многочасовому труду, вековые локомотивы и вагоны вновь на путях и в отличном состоянии. С 1992 года поезда снова взбираются к перевалу, как в старые добрые времена. Хоть движение поездов на этом участке стало неактуальным после открытия тоннеля, но у объединения сторонников железнодорожного транспорта было другое мнение. Водители локомотивов, сцепщики, проводники – все работают безвозмездно, в нерабочее время. Доходы от продажи билетов идут на поддержание старинной железнодорожной линии, по которой первоначально ходил «Ледниковый экспресс». Издавна из-за опасности схода лавины этот участок пути с октября по май не используется. В зимнее время также закрыт участок трассы из Реальпа в Обервальд. Узкая асфальтовая дорога петляет серпантином. Угол наклона некоторых поворотов достигает нескольких градусов. Когда над дорогой собираются тяжелые тучи, а здесь это происходит мгновенно, поездка выглядит зловеще. Облака рассеиваются также быстро, и перевал открывается во всем великолепии. На высоте 2100 метров, 300 метрами ниже перевала, железная дорога входит в туннель, соединяющий кантоны Ури и Вале. Перевал также обозначает границу европейского водораздела между реками, впадающими в Северное и Средиземное моря. Вода была и остается самой сильной из местных стихий. В виде льда, снега или дождя она на протяжении тысяч лет, миллиметр за миллиметром, дробит породы, высекая из них удивительные фигуры. После двух крутых виражей мы достигаем отеля Бельведер. У этой чудной жемчужины Бель Эпок не менее потрясающее обрамление. Отель стоит у подножия Ронского ледника. Парковка за зданием отеля примыкает к ледяному массиву. Ледниковый язык, средняя ширина которого составляет 1 километр, спускается с юго-западного склона на 10 километров вниз. Неподвижная на первый взгляд ледяная масса в течение дня сдвигается приблизительно на 10 сантиметров. Ледниковый язык раскинулся на высоте 2250 метров. Недалеко отсюда текут воды ручья, который через несколько десятков километров, питаемый притоками, превращается в могучую Рону. Здесь, на гладких горных породах, течение реки разгоняется, а затем замедляется, чтобы через 800 километров лениво влиться в Средиземное море. Ронский ледник, один из наиболее доступных ледников в Швейцарии, наиболее тщательно исследован учеными. Искусственная пещера позволила заглянуть на 100 метров вглубь не только исследователям, но и широкой публике. Изменения климата не пощадили ледник. С середины 19 века его язык отступает в среднем более чем на 10 метров в год. К сегодняшнему дню он сжался на целых 2 километра. При этом потерял около 3 метров в толщине. Там, где сегодня путешественников приветствуют сурки, в 19 веке простиралось гигантское ледяное поле. Напоминанием об отступившем леднике являются гладко отполированные горные породы и их обломки – марены. Былые размеры ледника также видны на исторической картине, запечатлевшие французские войска, остановившиеся здесь в 1861 году. Почти с той же перспективы спустя несколько десятилетий на киноплёнку был снят локомотив, тянувший вверх по линии фурка «Оберальп» состав. В 1925 году был запущен маршрут через перевал Фурка. Пять лет спустя он стал частью железнодорожного сообщения «Цермат-Санкт-Морец». Любой может заметить, что его обслуживали те самые локомотивы, которые сегодня после реконструкции возят туристов по вновь открытому историческому маршруту Ледникового экспресса. Первоначально прохождение трассы из Цермата в Санкт-Морец занимало 11 часов. Сегодня поезд пролетает расстояние около 300 км за 7,5 часов. Вынужденный 7-месячный перерыв в работе Ледникового экспресса, вызванный капризами погоды, сделал обслуживание маршрута очень дорогим. В начале каждого нового сезона пути приходилось вручную очищать от снега по всей протяжённости. Ледникового экспресса Еще более трудоёмкой была повторная установка железнодорожных мачт и переездов, демонтированных в начале зимы в зонах схождения лавин. Сегодня прежние затраты на обслуживание линии кажутся почти невероятными. Этот поистине сизифов труд был запечатлён на архивных кадрах киноплёнки. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда весной тающие снега затопляли долину, маршрут Ледникового экспресса уже был очищен. КОНЕЦ 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 Памятной датой в почти 80-летней истории самого медленного экспресса в мире является 1 сентября 1942 года. В тот день по маршруту между Санкт-Морицем и Церматом отправился первый электровоз. КОНЕЦ Со временем Ледниковый экспресс становился не только более современным, но и более популярным и даже модным. Особенно среди богатых слоёв общества, ведь экспресс связал между собой два самых фешенебельных курорта Швейцарии. КОНЕЦ Уже почти 80 лет горная магистраль имеет статус культового объекта. После осмотра фурки нас ждёт путешествие вглубь кантона Ури. КОНЕЦ За окном мелькает угловатый силуэт замка Хоспенталь, построенного в XIII веке. Сейчас поезд движется вдоль течения реки Рёйс, через долину Урсенталь до города Андермат. Расположенный неподалёку от перевала Святого Готарда городок, с незапамятных времён был важным транспортным узлом, где пересекались торговые пути. Гостей приветствует следующее изречение. «Здесь, мой друг, дороги расходятся, и тебе пора выбирать свой путь. Либо в Вечный Рим, либо в благочестивый Кёльн, может, отправишься к Рейну или на запад, в страну франков?» Иоганн Вольфганг Гёте выбрал Вечный город, но прежде чем отправиться через перевал Святого Готарда, он остановился в Андермате на ночь, так же, как это делают сегодня тысячи туристов. В центре Андермата стоит ратуша XVI века. Сезон здесь уже давно не ограничивается зимними месяцами. Летом в город приезжают тысячи любителей альпинизма, а также пеших и велосипедных прогулок. Слава этого региона вышла далеко за пределы Швейцарии. Один египетский миллиардер планирует инвестировать в Андермат миллионы, чтобы превратить его в роскошный курорт. Недалеко от города быстрое течение Рейса втискивается в ущелье Щоленшлюхт. Каньон с обрывистыми гранитными стенами в средние века был непреодолимым препятствием на пути к перевалу Святого Готарда. Только строительство таких переправ, как Мост Дьявола, облегчило доступ в этот горный край. Изображение дьявола указывает направление и нынешним путешественникам. Сегодня они преодолевают Щоленшлюхт по современному мосту, который заменил переправу, построенную в 15 веке. Звучит музыка. За регулярностью железнодорожного сообщения на линии Матерхорн-Готард следят ультрасовременные напичканные электроникой станции. В Андермадте пересекаются две важные магистрали – из Южной Германии через перевал Готард в Италию и с Востока на Запад, из Вале в Граубюнден. Вновь опускаются особые стойки. Это означает, что перед нами очередной крутой подъем. После короткой остановки поезд следует дальше. Колеса локомотива и вагонов поднимаются по стойке с резким металлическим грохотом. Двигаясь по обычным рельсам, они скользили бы на месте. Из расположенного на высоте 1450 метров Андермадта мы движемся к перевалу Обер-Альп. Ввод в эксплуатацию тоннеля сделал необязательным переезд через перевал Фурка. Теперь Обер-Альп, находящийся на 400 метров ниже, стал наивысшей точкой маршрута Ледникового экспресса. На раскинувшихся на склонах пастбищах летом пасутся стада коров. Зимой склоны укрыты толстым слоем снега. Проходя через перевал Обер-Альп, экспресс преодолевает спуски, угол которых достигает 11 градусов. Для весящего несколько сот тонн поезда это настоящий вызов. Если бы не стойкий, у двигателя мощностью 2500 л.с., не было бы никаких шансов удержать состав. Белые пятна снега на весенних пастбищах. Знак того, что перевал уже близко. Мы описываем большую дугу вокруг озера Обер-Альп, из которого с западной стороны берет начало река Рёйс. Даже в мае на озере можно увидеть остатки льда и снега. Напоминание о долгой альпийской зиме. Проезд по 700-метровой галереи, которая защищает железнодорожный путь от лавин, заканчивается остановкой на станции Обер-Альп-Пас-Калмот, самой высокой точке трассы. Дальше, вглубь долины, мы едем уже по одноколейной железной дороге. В настоящее время Ледниковый экспресс ходит через перевал Обер-Альп круглый год. Перевал заполнится людьми в конце весны, когда растает снег. Довольная жизнью швейцарская корова в самой высокой точке маршрута – обязательный кадр для тех, кто приезжает сюда на поезде, велосипеде или приходит пешком. Автомобильная дорога через перевал непроходима зимой и плохо проходима в разгар сезона летом, но не из-за снега, а из-за количества штурмующих ее автомобилей. Старинные почтовые вагоны, кажется, ехали ненамного медленнее. Следуя на машине, мы были бы лишены многих маленьких удовольствий. Отмечаем преодоление знаменитого горного перевала, выпивая по глотку граппы. Градус настроения – подстать высоте над уровнем моря. Мы въезжаем в кантон Граубюнден, граничащий с Италией и Австрией. Это самый большой по площади, но в силу своего горного расположения – один из наименее населенных кантонов. Более 450 вершин высотой в 3000 метров и два четырехтысячника не оставили людям пространства для жизни. Зедрун В Тавич – крупнейший населенный пункт в коммуне Туич, окружен обширными горными пастбищами. Туич – также название северной части долины Фордер-Райн. Из расположенного здесь озера Тома берет свое начало Фордер-Райн – Передний Рейн. Далее в него впадают многочисленные притоки с корнем Райн, то есть Рейн в названии. В Тавич проходят активные кампании по посадке лесов на склонах. Чем больше на них растет деревьев, тем менее опасны снежные лавины. Вверху – Зедрун, а под нами быстрый поток Переднего Рейна, который прокладывает себе путь через Тавич в Дизентис, крупнейший населенный пункт в этой части долины. Церковь святого Иоанна Крестителя и аббатства бенедиктинцев, относящиеся к VIII веку, – это достопримечательности городка Дизентис. В средние века он был политическим и культурным центром региона. Нынешним видом монастырь и прилегающая к нему церковь обязаны перестройке в конце XVII века. В тот период в искусстве господствовала барокко, превосходный пример которого являет интерьер храма. Особенно впечатляет алтарь. Убитый по приказу епископа Кур Плацидус считается основателем монастыря. Другим инициатором его создания был странствующий монах Зигисберт. В барочном Нефе со стороны входа расположился могучий орган. Деятельность бенедиктинцев не ограничивалась рамками апостольской миссии. В монастыре действовала известная школа-интернат. В тени массивного монастыря выросли жилые здания и вокзал. Для поездов линии Матерхорн-Готтерд-Банн дезинтиз является конечной остановкой. Пора поменять локомотив и прицепить ещё несколько вагонов. Изменения в подвижном составе занимают несколько минут. Самый медленный в мире экспресс будет теперь, видимо, ещё медленнее. Современный электровоз заменили на локомотив предыдущего поколения. Состав стал длиннее и за счёт присоединения старинного вагона-ресторана. Субтитры создавал DimaTorzok Если в электровозе, даже старом, тонн задают современные технологии, то в вагоне-ресторане царит атмосфера давно минувших дней. Тёмное дерево, красный декор и деревенские украшения задают тонн. От Санкт-Морица нас отделяет каких-то 140 километров. Трасса спускается ниже и проходит вдоль бурного переднего рейна. Субтитры создавал DimaTorzok За окном обширные территории, занятые плодородными горными пастбищами. В нескольких километрах от Дизентиса мы переправляемся через ущелье Руссайн. Под нами 56-метровая пропасть. Рядом с новым заасфальтированным мостом находится старинная деревянная переправа Цумвитк. Жаль, что наш поезд не останавливается в живописном местечке Трун на левом берегу Рейна. В 1424 году где-то здесь, как гласит легенда, под Старым Дубом, было принято решение о создании кантона Гризон. Иландс – это еще один город на нашем маршруте. Первые упоминания о нем относятся к VIII веку. После заключения Союза трех кантонов Иландс стал столицей Федерации. Визитной карточкой города являются городские ворота с гербом, построенные в XVI веке, остатки древних укреплений. В узких извилистых переулках скрыто множество исторических зданий. Поздняя готическая приходская церковь, фрагменты укреплений и барочные дома богатых горожан напоминают о былом могуществе города. Иландс – это первый крупный город на переднем Рейне. За его воротами открывается сказочный вид. Рейнское ущелье также называют Гранд-каньоном Швейцарии. На дне ущелья поместилось лишь русло реки и втиснулась железнодорожная линия. Желающие полюбоваться этим природным феноменом сверху могут попасть сюда двумя способами – с севера через Флимс, либо с юга через Версам. Высоко над течением Рейна на густо поросшей лесами горной террасе стоит небольшая церквушка XVII века. В трех километрах от нее и на 400 метров ниже находится вокзал Версам-Зафиен – место высадки любителей экстремального рафтинга. Пенная стихия ждет вновь прибывших в нескольких метрах от станции. Из лодки хорошо видны стены из песчаника высотой в несколько сотен метров, сюрреалистические вершины, горные пирамиды, башни, шпили и пещеры. Те, кто не готов помериться силами с водной стихией, могут полюбоваться на эти восхитительные горные изваяния с удобного места в Ледниковом экспрессе. Этот необычный пейзаж формировался на протяжении 10 тысяч лет. Гигантские оползни, сошедшие с вершин, преградили дорогу реке и стали естественной плотиной. Река превратилась в огромное озеро. Вода искала выход, старательно пробивая себе новое русло. Таким образом, на протяжении следующей тысячи лет формировался Рейнский каньон, который сравнивают с Гранд-каньоном Колорадо. Наконец, ущелье расширяется, словно выпуская нас из своих тесных объятий. Недалеко от Райхенау объединяются два рукава Рейна – передний и задний Рейн. Через несколько минут после проезда по железному мосту поезд прибывает на станцию в Куре. Насчитывающая 35 тысяч жителей столица Кантона является важным транспортным узлом. В Куре оканчиваются линии швейцарской железной дороги, имеющие стандартную колею. Дальше можно двигаться только по узкоколейке на поездах Ретийской железной дороги или экспрессе Бернина, едущем в Италию. Археологические находки говорят о том, что первые поселения существовали здесь еще за три тысячи лет до нашей эры. За 15 лет до наступления нового тысячелетия римляне сделали Курс столицы региона Раэтия Прима, который в III веке получил статус отдельной провинции. В 451 году Курс стал резиденцией епископа. Она стояла на месте древнеримских укреплений. Стратегическое положение неподалеку от Рейна на пересечении путей через горные перевалы способствовало развитию города, который уже в средние века стал важным культурным, экономическим и политическим центром. Торговля обогатила не только дворянство и духовенство, но и рядовых жителей. О зажиточности города свидетельствуют великолепные дворцы и дома богатых горожан, а также небольшие архитектурные шедевры, которые сохранились до наших дней в переулках старого города. Большая часть построек относится к концу XV века. Самые ранние строения уничтожил сильный пожар. А тем временем на станции состав собирают заново. Можно отправляться дальше. Кур был самым северным и одновременно самым нижним пунктом на всей трассе между Церматом и Санкт-Морицем. На высоте Кура русло Рейна поворачивает на север, а Ледниковый экспресс двигается в противоположном направлении вдоль течения заднего Рейна. Обширная плодородная долина, раскинувшаяся на 20 километров от Кура в направлении Тусиса, называется Дом-Лешк. Благодаря большому количеству построенных здесь замков, только из окон экспресса их видно более 20, Дом-Лешк получил прозвище «Страны замков». Когда долина покрыта утренним туманом, замшелые стены выглядят несколько инфернально, будто охраняя вход в долину, высится на скале замок Иннер-Ювальд, относящийся к XIII веку. Мало что известно о первых обитателях стоящего по соседству небольшого замка Ортенштайн. История его возникновения окутана мраком. Замок Альдзинс на невысоком холме сохранился лишь частично. В середине XVI века он был разрушен крестьянами, восставшими против правления рода Верденбергов. Одновременно с упадком феодального строя превратились в руины и резиденции местных господ. Хорошие времена настали для горожан, занимавшихся торговлей. Их великолепные владения раскинулись вокруг руин средневекового замка. Но именно разрушенный замок Альдзинс стал символом Дом Лежга. А это уже замок Ридберг, который, как и Ортенштайн, до сегодняшнего дня находится в частном владении и закрыт для посещения. Более дружелюбным кажется небольшой замок Шауинштайн в Фюрстенау. В замке, отремонтированном после пожара в XVIII веке, располагаются отель и ресторан. Эффектные фасады свидетельствуют о зажиточности прежних жителей, которые заняли место феодальных правителей. Ледниковый экспресс катится дальше вдоль заднего рейна. Перед нами Тусис. Из города выходит пользующаяся дурной славой дорога, по которой раньше гнали мулов – Виа Мала. Один неловкий шаг на этом пути может стоить жизни. В 1788 году её преодолел Гёте, направляясь в Италию. Этот небезопасный путь использовали ещё древние римляне. Чтобы сократить риск, они строили здесь деревянные мостки и выбивали в скале тротуары. В древние времена это была кратчайшая дорога через Альпы в Линдау и дальше в Аргенторатум, то есть в современный Страсбург. И сегодня путешествие по этому историческому пути вселяет страх. Переход через ущелье по одному из каменных мостков – испытание для нервной системы любого, кто непривычен к высоте. Мрачную славу Виа Мала поддержала повесть Джона Ниттелла. Бездна стала в ней не только фоном, на котором разворачивались действия, но и аллегорией человеческой судьбы. На высоте Тусиса ледниковый экспресс в последний раз пересекает задний рейн. Вблизи устья Альбулы на солнечном плоскогорье лежит Сильс. О стратегическом статусе поселка, расположенного у входа в ущелье на знаменитой Виа Мала, свидетельствуют исторические здания, церковь святого Кассиана и руины нескольких замков и резиденций феодалов. Сегодня идиллическое настроение, царящее в горном поселке, лишь время от времени нарушается стуком проезжающих мимо поездов. Вход в ущелье истерегут руины крепости XII века. Ледниковый экспресс преодолевает узкий каньон, держа путь через 9 туннелей и 3 больших виадука. Теперь дорога идёт вдоль течения Альбулы. Наиболее зрелищным моментом на этом отрезке пути является переезд на другой берег реки по каменному виадуку, насчитывающему 164 метра в длину. Под нами почти 90-метровая пропасть. Самый высокий виадук на маршруте экспресса был построен в 1902 году менее чем за год. Конструкция целиком выложена из камня. Строительство виадука во времена зарождения железных дорог обошлось в 125 тысяч франков, что значительно меньше современных расходов на обслуживание этого инженерного чуда. Оказавшийся на правом берегу Альбулы Ледниковый экспресс берёт курс на Тифенкастель. Городок, расположенный на пересечении дорог, ведущих через перевалы Джульер и Альбула, уже в период раннего Средневековья был обнесён крепостной стеной. К наиболее интересным постройкам городка относятся барочная приходская церковь Святого Стефана и расположенная на склоне церковь Святого Петра. Храм, построенный, вероятно, в начале VIII века, является наиболее хорошо сохранившимся зданием периода правления королингов в Швейцарии. Триапсиды украшены фресками. Лучше всего сохранилась средняя. Живопись относится к XIV веку. Более ранние картины королинкской эпохи не дошли до наших времён. Церковь Петра – это единственная трёхапсидная романская церковь в Швейцарии, которую не перестраивали на протяжении последующих столетий. Звание памятника старины заслуживает и железнодорожная магистраль Альбула-Бан, которую сегодня пересекает Ледниковый экспресс. 63-х километровая трасса из Тусиса в Санкт-Морец достойна того, чтобы её внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 51 мост и 39 тоннелей делают этот участок Ретийской железной дороги уникальным. Одним из наиболее захватывающих объектов на этом маршруте шедевром железнодорожной инженерии является виадук Ландвассер, воздвигнутый на высоту 65 метров. Эта переправа представляет собой смело изогнутую дугу радиусом 100 метров, которая уходит прямо в тоннель, высеченный в горе напротив. Тоннель углубляется в гору на 216 метров. Этот впечатляющий мост, который соединил берега бурной Альбулы, опирается на пять столбов тёмного известняка. Трудно поверить, что этот головокружительный проект был закончен спустя несколько месяцев с начала его инвестирования. Мост был сдан в эксплуатацию в октябре 1902 года. После туннеля мы оказываемся на краю долины, и взору открываются постройки Филизура. Деревня, расположенная у дороги, ведущей через перевал Альбула, напоминает о близости Энгадина, курорта за горным хребтом. Дома построены в типичном для него стиле. Тысяча метров над уровнем моря. Но это ещё не конец подъёма. Участок маршрута до Бергюна проходит по узкой долине Альбула. Железнодорожный путь снова тянется через мощные противоловинные заграждения и туннели. Через несколько километров поезд прибывает в живописную, окружённую лесами, деревню Бергюн. Над деревней возвышается старинная башня. Сегодня в ней размещается муниципальный архив. Раньше, на протяжении 800 лет её существования, она использовалась в качестве наблюдательного пункта, крепости и тюрьмы. На другом конце деревни возвышается остроконечная башенка Романской церкви. Вокруг неё теснятся небольшие дома. Толстые и крашенные каменные стены, воронкообразные окна выдают родство между ними и расположенным по соседству Энгодином. Поезда, регулярно следующие по маршруту Ледникового экспресса, в Бергюне не останавливаются, но, несмотря на это, деревню осаждают туристы. Любителей альпинизма и пешего туризма привозят сюда поезда региональной Ретийской железной дороги. От Бергюна до Санкт-Морица осталось не более 30 километров, но это не значит, что большинство достопримечательностей уже позади. Наоборот, на последнем участке маршрута их значительно больше. Какое-то время железнодорожные пути и асфальтированная дорога идут параллельно, но вскоре расходятся. Для поездов и автомобилей организованы разные переправы через горные хребты. Когда в конце XIX века было решено провести в долину Энгодин линию Ретийской железной дороги, инженеры хотели проложить маршрут через Альбулу. В этом случае надо было построить туннель длиной почти в 6 километров. Если бы маршрут проходил через перевал Джульер, туннель удлинился бы еще на 4 километра. Еще одним препятствием, с которым пришлось столкнуться строителям, были крутые склоны. Наибольших усилий потребовала прокладка путей между Бергюном и Прэдой. Разница высот в общем достигала 6 километров, а на коротком отрезке – 416 метров. Для железной дороги это была непреодолимая крутизна. Чтобы не выходить за рамки допустимого максимума – 35 градусов, инженеры протянули трассу в виде серпантина длиной в 12 километров. Умопомрачительная спираль была составлена из нескольких изогнутых туннелей и виадуков, за что и получила прозвище «Карусель». Субтитры создавал DimaTorzok С каждым поворотом путешественники все больше теряют ориентацию в пространстве, но получают взамен пейзажи, которые не забудут до конца жизни. В Прэдде автомобилистов ждет подъем на расположенный 500 метрами выше перевал Альбула, а Ледниковому экспрессу больше не придется карабкаться вверх. В Энг-1 мы попадем напрямик, через одноименный тоннель. Но прежде чем мы окажемся в сказочной долине, сделаем небольшую передышку в поездке. Пешеходный маршрут между Прэддой и Бергеном длиной в несколько километров – подарок для любителей горных пейзажей. Большая часть нашего маршрута проходит вдоль путей. От вида долины Альбула, простершейся у наших ног, голова идет кругом. Дополнительный интерес представляют памятники времен строительства легендарной трассы. Этот камень служит мемориалом для 16 строителей, погибших во время строительства туннеля Альбула. Они были придавлены вагонами и обломками горной породы. Похожие на губку известковые скалы доставили массу проблем команде из 1300 инженеров и рабочих. Им пришлось разворотить 5865 метров породы. Несмотря на множество трудностей, строители пробились наконец к солнечному свету у противоположного склона. После четырех лет героического труда в 1902 году туннель был закончен. Выбитый на уровне 1823 метра туннель Альбула является по высотности вторым после фурки туннелем в швейцарских Альпах. Благодаря ему переезд на другую сторону горы занимает 8 минут. Вершина находится еще в тысячи метров над нами. Первая станция на другой стороне – это Спинас. Наш экспресс шел уже вдоль течений Матерфиспа, Родана, Рёйся, Рейна и Альбулы. На последнем отрезке трассы до Санкт-Морица нас сопровождает река Инн. Правый приток Дуная поделился своим названием с Энгодином, хотя это не сразу улавливается. На протороманском языке название реки звучит как «Энн». Энгодин означает «долина реки Инн». Пассажиры экспресса жадно вглядываются в последние мелькающие за окном картины. Даже самый медленный экспресс в мире рано или поздно должен достичь цели. Осталось совсем немного времени, чтобы запечатлеть в памяти галерею необыкновенных видов – ледники, крутые вершины, глубокие горные ущелья и зелёные долины, кристально чистые озёра и реки, идиллические деревушки и живописные городки со старинными зданиями. Самые удивительные альпийские пейзажи, промелькнувшие перед глазами за несколько часов, можно увидеть только в окне «Ледникового экспресса». Достойным завершением путешествия является прибытие в знаменитый Санкт-Морец. Самая известная и самая эксклюзивная европейская деревня расположилась на залитом солнцем плоскогорье на берегу прекрасного озера. Санкт-Морец окружён ледниками и высокими альпийскими вершинами. Жители называют свой городок «Венцом мира». Курортный оазис предлагает гостям массу. Массу развлечений круглый год. В окружении кристальных озёр, ручьёв и густых лесов, среди покрытых льдом вершин, можно прекрасно отдохнуть независимо от времени года. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Но есть и те, кто утверждает, что наиболее благоприятное впечатление Санкт-Морец производит лишь когда он покрыт белой зимней шалью. Влиятельные лица и состоятельные гости, прибывшие инкогнито, здесь не скучают. В Санкт-Мореце их ждут десятки развлечений, которые можно назвать элитарными. Самая обычная форма физической активности – катание на лыжах, а вот прочее банальщиной не назовёшь. Игра в крикет и поло на замёрзшем озере, гольф на снегу, конные заезды, бобслей, парапланиризм, полёты на воздушном шаре. Знаменитый крест-а-ран, спуск на санях – только для профессионалов. Корвилья, Корвач, Дьяволецца – названия, которые заставляют сердца горнолыжников биться чаще. Замечательные лыжные трассы привлекают любителей этого вида спорта с XIX века. Многие считают Санкт-Морец родиной зимнего туризма и нескольких зимних видов спорта. Здешний климат принято называть «шампанским». Сегодня уже трудно понять, что скрывается за этим эпитетом – солнечная аура или игривый настрой. Санкт-Морец Важных гостей, кроме природных красот, привлекает и обширное расписание мероприятий. Здесь можно попасть и на международный кулинарный конкурс, и на популярный фестиваль классической музыки. Трамплин и бобслейная трасса напоминают о том, что Санкт-Морец целых два раза был хозяином зимних Олимпийских игр – в 1928 и в 1948 годах. В 2002 году скелетон был включен в список Олимпийских дисциплин. Он ведет свою историю от легендарных соревнований, которые разыгрываются в Кресторан уже сто лет. Саночники разгоняются в ледяном жёлобе до головокружительной скорости, достигающей 140 км в час. Санкт-Морец Цермат Цермат Санкт-Морец В какое бы время года мы не путешествовали этим маршрутом, мы предпочтем единственный и неповторимый ледниковый экспресс. Именно из его окон удобнее всего любоваться красотами Альп. За панорамными окнами мелькают снежные вершины, леса, пастбища и шумные горные реки. Наверное, никто из пассажиров не будет против, если самый медленный экспресс в мире поедет ещё медленнее. Санкт-Морец Санкт-Морец Субтитры создавал DimaTorzok